Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 22 июля, Православная Церковь совершает празднование Колочской иконе Божьей Матери. Как свидетельствуют старинные летописи и древнерусская повесть о Луке Колочском, чудотворная Колочская икона Божьей Матери явилась в 1413 году в отчине князя Андрея Дмитриевича, внука Иванова, правнука Иванова и проправнука Даниила Московского в 15 верстах от города Можайска в местечке Колоча Смоленской губернии. Крестьянин это выселение по имени Лука обрел и с благоговением перенес святой образ в свой дом, в котором в то время находился некий расслабленный больной. Услышав о чудесном явлении иконы Пресвятой Богородицы, болящий с верою, приложился к иконе и получил полное исцеление. Об этом чудесном исцелении стало известно в окрестностях. Многие страждущие и больные начали притекать к чудотворной иконе на поклонение и получали от Богородицы благодатную помощь. Святой образ был перенесен в Можайск, где его с великим торжеством встречал князь Андрей Дмитриевич с великим множеством народу. Лука же поидеса иконы и сколочи к ограду Можайску, и якоже приближися к ограду, и изыде во сретение князь Андрей Дмитриевич с бояры своими, и весь град от великих и до малых. Ей быша знамения и чудеса много от иконы Божией Матери. Повесть о Луке и Колочском. Изможайский образ был перенесен в Москву. В столице святую икону встретил митрополит Фотий со Священным Собором и множеством православных христиан. В то время, как чудотворный образ проносили по Москве, многие больные исцелялись от недугов. Позднее колочская икона Божией Матери была возвращена в Можайск. На месте явления чудотворного образа Лукой, который собрал благодаря иконе большие средства, была построена церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы, где и была помещена святая икона. Но и сам Лука не смог преодолеть искушения большими деньгами. Для себя он построил просторные каменные хоромы и зажил там, как князь, порою даже избивая и грабя ловчих князя Андрея Дмитриевича, охотившихся с ястребами и соколами в лесах близ Колочи. Однако один случай заставил Луку раскаяться в своей неправедной жизни. Однажды ловчий князя поймал огромного злого медведя и велел везти его мимо двора Луки. Тот приказал выпустить зверя. Медведь бросился на Луку и покалечил его. Чуть живой, вмиг раскаившийся Лука умолял приехавшего князя Андрея Дмитриевича с пользой распорядиться своим достоянием. И впоследствии на пожертвование Луки и других православных верующих князь устроил на месте явления чудотворной иконы «Мужской монастырь», получившие наименование Колочского или Можайского. В этом монастыре Лука принял монашеский постриг и провел последние дни своей жизни в слезах и покаянии. Первый образ Колочской иконы Божьей Матери был утерян в 70-е годы прошлого века. В Можайске списки с этой редкой Богородичной иконы можно было увидеть лишь в церкви святых праведных Якима и Анны и в церкви Ильи Пророка. Последний был передан в возрожденный Колочский монастырь, ныне он женский. В 1993 году монастырь был открыт как подворье Спаса Бородинского монастыря, а в октябре 1997 года – как самостоятельный. Летом 1998 года список чудотворной Колочской иконы Пресвятой Богородицы замироточил. Согласно степенной книге царского родословия, празднование Колочской иконы в монастыре издревле проходило 9 июля по старому стилю. Согласно устному преданию, на месте чудесного явления иконы забил целебный источник, к которому в день праздника совершается крестный ход. Сейчас на этом месте стоит деревянная часовня. В Московском Успенском соборе в пределе святых апостолов Петра и Павла находится один из поздних списков чудотворного образа, на вызолоченной ризе которого есть надпись. Лето 7197-1689 года от Рождества Христова, июня, в 28-й день, построен образ сей по обещанию великих государей, мастерские палаты чиновников за избавление бед милостью Пресвятой Богородицы и святых молитвами. На чудотворной иконе по обе стороны от Божьей Матери изображены святитель Николай Чудотворец и Илья Пророк. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Священноученика Панкратия, Тавроменийского епископа, преподобного Гавриила Афонского, настоятеля Афонского, Ильинского скита, священноученика Кирилла, епископа Гартинского, преподобного мучеников Патермуфия, Коприя и мученика Александра, преподобных Патермуфия и Коприя, святителя Феодора, епископа Эдесского, священноученика Константина Лебедева Пресвитера, совершается празднование иконе Божией Матери Кипрская. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем те заименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето!